Греко-римская борьба. Даже из названия понятно, перед нами один из самых древних видов спорта. Ее включили в Олимпийскую программу еще в 700 году до нашей эры. Правда, античные атлеты боролись на песке, а современные – на специальном мягком ковре. Но правила в целом за тысячелетия мало изменились. В идеале нужно положить противника на лопатки. Борьба меня привлекает тем, что это не столько спорт, в котором важны физические качества, сколько волевые. Так как может соперник выйти намного быстрее, выше, сильнее. Но победит обязательно тот, кто имеет более жесткий характер, напор. И вот такие и побеждают. Еще одно отличие от древних состязаний. Из-за пандемийных ограничений первенство проходит без зрителей. Только сами борцы, судьи и тренеры. Участники – юниоры от 18 до 21 года. Всего 150 спортсменов из 9 регионов Сибири. Эти соревнования посвящены памяти заслуженного тренера Федора Хромцова. Одному из тех, благодаря кому греко-римская борьба на Алтае была и теперь остается на высоком уровне. Нынешнее первенство для ребят – важный трамплин для дальнейшей спортивной карьеры. Тут разыгрывается путевка с первого по третье место. Заняющий спортсмен получает путевку на первенстве России. И так уже поэтапно дальнейшее попадание в сборную. Всего состязания продлятся два дня. Уже завтра станут известны имена победителей. А первенство России пройдет уже с 10 по 14 марта в Хабаровске. Анастасия Бертенева, Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова